Счастливые голоса! В Бобруйске открылась новая детская площадка. Именно эта точка притяжения позволяет отвлечь наших ребят из современных гаджетов. Где расположился игровой комплекс? На вас кредит. Мошенники нашли очередную жертву. Позвонили и дали указания. Какая сумма ушла за кордон? Открой город по-новому! Бобруйские школьники разработали виртуальный гид. Удоблен этот сайт для тех, кто, например, впервые в нашем Бобруйске. Как прогуляться по улицам, не выходя из дома? А также поэтапный рост, благосостояние населения и книга «Лучший учитель». Новый учебник по истории Беларуси презентуют в августе. Какие новшества ждать к первому сентября? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Вопросы национальной безопасности. Александр Лукашенко провел плановые заседания Совбеза. Общение с силовым блоком началось с демонстрации образцов новой военной формы. Изменить амбундирование, поручение президента в связи с мировыми тенденциями и трансформацией задач. Ключевым вопросом заседания стал новый проект нормативного акта с акцентом на оценку состояния нацбезопасности. В своем докладе глава государства озвучил пожелания и требования к членам Совбеза по поводу нововведений. Мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее. Военная безопасность, экономика, социальная, политическая сфера и другие. Без прикрас, максимально выверено и объективно. В этой связи хотел бы услышать мнение членов Совбезопасности, какая работа проведена по совершенствованию действующей системы оценки состояния национальной безопасности. Президент отметил, предлагаемые изменения должны согласовываться с новой концепцией национальной безопасности, принятой на седьмом ВНС. Требования просты и понятны. Никакого формализма и упрощенчества быть не должно. Повелась на уловки. 44-летняя Бобручанка стала жертвой мошенников. Потерпевшая обратилась в милицию и сообщила. Неизвестный, который представился сотрудником органов финансовых расследований, сообщил. На ее имя пытаются оформить заем. Для помощи в поимке злоумышленников лжеправоохранитель предложил Бобручанке самой взять кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. На следующий день ей снова позвонили и дали указание обратиться в еще один банк, а после полученные средства снова перечислить через инфокиоск для безопасности. В результате заявительница лишилась более 34 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Хвойный запрет, молодежный марафон и рост цен. В Беларуси снова поднялась стоимость топлива на одну копейку. Сколько стоит заправить авто? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Реальные денежные доходы населения в январе и апреле выросли на почти 10 пунктов. В общем объеме большую часть занимает оплата труда – 64,3%. Пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты без малого – 23%. Прибыль от предпринимательской и иной деятельности – 8%. Статистические данные сформированы за вычетом налогов, сборов и взносов. Скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги. В Беларуси на одну копейку снова поднялась стоимость топлива. Подорожание поэтапное было анонсировано ранее. Среди причин – рост затрат на производство нефтепродуктов, увеличение акцизов. Цены на заправках будут выглядеть таким образом. Дизельные и 95-й обойдутся в 2 рубля 41 копейку. 92-й – 2,31. 98-й – 2,63. Новый учебник по истории Беларуси для 10-х классов презентуют в августе. Кроме того, в этом году переиздаются 19 пособий для средней школы. Они будут иметь совершенно новый вид с доступным материалом, но без упрощения программ. Еще одно нововведение интегрированных курс «История Беларуси» в контексте всемирной истории. Он нацелен помочь ученикам увидеть процесс целостно. Ограничения на посещение лесов введены в 51-м районе Беларуси. Запрет связан с установлением 3-го класса пожарной опасности и действует во всех областях. В связи с этим исключены въезд транспорта, проведение турслетов и коллективных трипов с палатками. Не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлесхоза. С 21 по 30 июня в Синеоке пройдет республиканский марафон молодежи и студенчества. Событие призвано повысить статус подрастающего поколения и его роль в общественно-политической жизни страны, а также объединить на основе лучших традиций преемственности движений. В течение нескольких дней будут проходить пресс-конференции, интервью и открытые диалоги. Прямые трансляции, интерактивы, квесты и акции. На радость детям новый игровой комплекс открылся в спальном районе Бобруйска. Площадка расположилась в одном из дворов на территории Киселевич. Улыбки на лицах, радостный смех и праздничная атмосфера. Новенькая площадка так и манит к себе ребятню. Горка, качели, турники. Каждый найдет что-то по душе. Для малышей, песочницы и различные забавы. Упор на безопасность специальное покрытие не даст получить травму. В восторге не только дети, взрослые счастливы не меньше. Я не раз отмечал актуальность открытия данных детских площадок, потому что именно эта точка притяжения позволяет отвлечь наших ребят от современных гаджетов. Здесь они могут пообщаться со сверстниками, скатиться с горочки и провести великолепно время. На Первомайский район планы амбициозные. Впереди открытие еще четырех детских площадок. К слову, по итогам смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси за прошлый год, город для жизни – лидер. Все пути ведут в Бобруйск. Школьники создали гид по городу. По виртуальным улочкам прогулялась Юлия Вернер. Теперь прогуляться по городу из любой точки земного шара – реальность. Бобруйские школьники в течение года трудились над электронным экскурсом. Идея принадлежит третьей гимназии. Сбором информации занялись учащиеся 28-й и 21-й школ. Как итог совместной работы – полезный и познавательный сайт. Идея создания этого проекта у нас возникла замного раньше. У нас было несколько виртуальных экскурсий по нашему городу, и возникла необходимость их всех скомпоновать в один общий сайт на одну какую-то платформу. Так и появилась идея создания нашего проекта. С помощью гида можно заглянуть в каждый уголок города на Березине, узнать интересные факты, пройтись по знаковым местам, увидеть историко-культурные ценности, окунуться в промышленный туризм и открыть свой гастрономический бобруйск. Брендиозный проект в каком плане? Что всё начиналось с разработки макета сайта, выбора платформы, подбора материалов, разработки этих экскурсий. То есть в этом проекте участвовало очень много людей. В ближайшее время в городе пройдёт международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». В Бобруйске высадится творческий десант со всего мира. С помощью портала гости смогут интересно провести время. Удобен этот сайт для тех, кто, например, впервые в нашем Бобруйске, потому что там есть интерактивная карта, на которой размещены самые важные наши культурные объекты. Вечно я, скажу, я много узнал чего нового благодаря этому проекту. В планах у разработчиков сделать гид мобильным приложением. Ведь Бобруйск знают далеко за пределами Белоруссии. И дело не только в богатой истории. Здесь кипит насыщенная жизнь – общественная, промышленная, культурная, спортивная, туристическая. Юлия Вернер, Никита Швайковский, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Турнирные баталии в минувшую субботу «Белшина» принимала на своём поле «Островец». Гости из Гродненской области и Бобруйская дружина в таблице расположились на соседних строчках, поэтому встреча имела турнирное значение. Желанием забрать три очка команды вышли одинаково заряженными. Уже на третьей минуте хозяева повели в счёте. Игорь Тыманюк сумел акробатически перевести мяч в сетку ворот. На ограниченное количество голевых моментов гости ответили успешной реализацией. На 67-й после кросса в штрафную Денис Хвостович забил головой. На ограниченное количество голевых моментов гости ответили успешной реализацией. На 67-й после кросса в штрафную Денис Хвостович забил головой. 1-1 после финального свистка клубы остались при своём. После 11 туров красно-чёрные расположились на восьмом месте с 15 очками. По праве дела шинники смогут уже в эту субботу на выезде в Петриков, где встретятся с шахтёром, который занимает позицию во второй половине турнирной таблицы. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!